Итак, 4 дня боя и столкновений позади. Представители России и Украины пока не сели за стол переговоров, предпочитая говорить на языке оружия. Хотя предпосылки для этого были. Президент Владимир Зеленский неоднократно призывал Владимира Путина остановить войну и начать диалог. Но на предложение Кремля обсудить будущее Донбасса и Украины в Минске ответил категорическим отказом. В Киеве ищут другого для себя посредника вроде Польши или Турции. Украинской армии с переменным успехом удается отбивать атаки российских вооруженных сил. Ситуацию в столице можно назвать относительно спокойной. Киев не пал. Сегодня, как заявили власти Харькова, во второй по величине город въехала колонна российской бронетехники.